Субтитры делал DimaTorzok Интересно, что мы были вдвоем на весь зал Было холодно, но мы грелись, как могли Фильм, кстати, замечательный Кто еще не смотрел Уикендс Батти с Робертом Де Ниро Это просто советую Фильм о семье, семейных ценностях Пошли только с юмором Из-за Де Ниро Да, да, очень классно, здорово Мы находимся возле Зет Форта Ну это и так видно Что за серая штука? А вот так вот покрутить Здесь, конечно, так интересная такая обстановочка Во всех зданиях играет музыка Ну да В Калининграде, кстати, похолодало То есть из платьев и шортов Перешли обратно В курточки Да, молодец Ручкой Пойдем погулять Так, вокруг обстановочку покажу Здесь интересно, сочетается история И какой-то ловт стиль Только Единственный минус Это Зет Буква А так, конечно, все прикольно Сегодня, кстати, выходной Проходит барахолочка холочка вот только что-то как-то мне кажется скромненько нет? не знаю, здесь нет перехода, как хорошо так, ну чтобы переходным переходом не ходим а когда-то по этим улицам продавали автозапчасти кто помнит не знаю пишите в комментариях особенно вот в этом дом пионеров был то ли что не помню и вот вокруг него здесь все было в автозапчастях до сих пор кстати многие электротовары там еще продаются да у нас конечно я в футболке но ветер хороший и так-то всего 12-14 градусов достаточно прохладненько для июня но обещают на следующей неделе уже тепло говорят Сибирь, Екатеринбургск, Омкс, Барнаул, Новосибирск по тридцатке уже а у нас что-то на югах когда-то здесь вот мы когда приехали здесь еще работал такое типовое кафе шашлычное было помнишь? здесь? не помню но входа не было тут вот на территории было кафе арендатором сдавали помнишь говорили так вам чуть-чуть показать где ранга ну ничего так эти заросли виноградом очень красивое здание, да я сегодня хочу с тобой прокатиться до одного интересного жилого комплекса я только что хотела сказать, что вы не думайте, мы не будем сегодня по историческим каким-то местам гулять мы по вашим просьбам решили немножко еще показать недвижимость и поедем в какой-то новый ЖК не знаю в какой, Саша не говорит ладно, пойдемте там увидим а так сегодня конечно было солнечно, но куда-то все типа подевалось ну люди гуляют, это не мешает отдыхающим приезжать к нам хотя, вчера людей встречал с Питером, они говорят, мы хотели погреться у вас а у вас такая же погода, как у нас ну здесь тоже что-то скоро вырастет, я так полагаю забор стоит строительный уже достаточно давно да, конечно, город изменился колоссально вот на территории этого Зетфорда, раньше был рынок такой палаточный, большой помнишь, что на углу было что-то слышно это же уже древний век, пережитки прошлого а ты помнишь, какая у нас улица вот эта профессора Баранова была? че капец это ужас, а теперь это красивое место, где можно погулять здесь как-то кого-то пристрелили из ружья это было давно до этого тоже достопримечательно а теперь можно здесь хорошо погулять пойдем ну вот вам и солнышко, кто просил сказали, что у нас в этом году май был самый засушливый последний побили даже рекорд 45-летней давности то есть в этом году выпало всего 7 миллиметров осадков или миллилитров, в чем они там измеряются слушай, давай лучше в миллилитрах в миллилитрах поехали в комплекс в splitting 5-ет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, давай на фоне, чтобы там не гравидать было. Нет, ну, как бы он еще в самом начале практически строительства, это будет три пятиэтажных одноподъездных здания. Причем они премиум класса, потому что они с лифтами, с подземным паркингом и с нежилыми помещениями. Я думаю, что кладовки имели в виду, да? Ну да. Это улица Григо. Почему? Нежилые помещения, скорее всего, подразумевают с первого этажа. Может быть, коммерческая какая-то недвижимость, не знаю. Ну это, конечно, район прям таксопарка вот с левой стороны. Вот, здесь буквально в пешей доступности улица Фрунзе, ну и Королевские ворота прямо здесь. Насколько я вижу, из трех зданий только одно еще, значит ли, да? Ну да, ну, пока льют уже. Давай с дороги отойдем, а то нас собьют. Ничего страшного. Слушайте, ну самое интересное, это вот их менеджер, видимо. Продвижение. Купи квартиру сейчас, получи коньки в подарок. А вы знаете цены на квартиры? Я в Авито посмотрела, они вот на этой стадии строительства. Однокомнатные продают 5 миллионов 800, двушки, около 9 миллионов, а трешки от 11 миллионов и выше. Боже мой, за что? Конечно, это старый район, развитая инфраструктура, здесь много всего. Даже вот Калининградский областной институт образования. Здесь кафе, здесь таксопарк, школа, вот она рядом, 24-я, детский сад, 98-й. Ну и в округе много всего, но... Ну посмотрите, рядом здание, страшные старые или советские пятерки вот этими швами, или немцы, которые не на первой линии находятся, поэтому их еще не сделали. У нас улицу-то фронзы только-только чуть-чуть начали делать, потому что она лицевая. Все рассчитывают, что это когда-нибудь сделают. Вообще здесь, как вам сказать, прям стратегический ход. Вот нравится вам вот это вот здание? Да, потому что в 98% сейчас очень популярно покупать квартиры дистанционно. Да? Да, люди откроют карту, скажут, так это прям в центре. Это прям в центре, это вот Королевские ворота, это Литовский вал. Они же не будут здесь гулять? По Яндекс-картам. Вот, отреставрировали вот это здание на углу, красивое. Давай здесь возле Юркет Пронской хочешь покупать? Мне вот этот дом нравится. Но оно интереснее подглядит, это здание. Ну, к сожалению, сейчас так не строят, чтобы... Вот смотри, здесь даже сложены как окна. И ромбиком, и полукругом. И барельефы такие, смотри, интересные на самом здании. Ну да. И ты не видишь ни одного элемента из пенопласта. Ну, поняла, да? То бишь, смысл в том, что все в доме сделано индивидуально. Даже вот фонарики, входная группа, даже сами двери сюда вписываются. А сейчас все строят, видите-ка, все на тяп-ляп. А сейчас строят, говорят, по современным технологиям. Монолитные каркасы, заложенные блоками. И пенопластом. Типа, да, утепленные. Все, радуйтесь. Вот буквально чуть-чуть за угол. Здесь комфортнее. Тихо. Тихо. Сиренча вот, смотрите, не доцвела. Пару слов о застройщике. Застройщик Орекстрой. Одни из его известных объектов, последних. Это ЖК Мед, который очень-очень долго и очень бесплатно раздавали. Это где-то в районе Дзержинки, да? ЖК Емеля, тоже в районе Дзержинского улицы. ЖК Звездный, это Мало Исакова. То есть, такое эконом-жилье они раньше строили. Чем дешевле, тем лучше. И вот это, наверное, первый их замах. А мы сказали название? Это ЖК Поцелуй. То есть, ЖК премиум-класса в центре города. Им дали какой-то пятачок, они его каким-то образом получили. Да, наверное, очень рады. Ты так красиво смотришь, как будто мы с тобой по киевски гуляем. Пойдемте погуляем. Я сейчас Саше говорю, что на самом деле, конечно, действительно не окраина. Все равно это центр не центр, но близко к центру. И здания-то все вокруг малоэтажные. И они строят тоже всего пять этажей. Это большой плюс. Извините, я перебью. Мы сейчас погуляем во дворе. А кроется аптеки здания. Смотрите, сохранились какие-то балкончики еще были открыты. Вот. Здесь вот такой тандем, можно сказать, домов. И они вот прям такой сплошной застройки. И здесь прям вот, как вам сказать, мне вот нравится. Здесь такой дух сохранился. Коммуникации. Саша, дух этот нравится. Мне вот для меня это выглядит страшно. Потому что то, что ты показываешь, остатки железного плетения балконов выглядят сейчас как страшная, раскореженная конструкция какая-то. Ну, плохо, что это все не реставрировалось, конечно. Просто если это посмотреть, как это выглядело раньше... Матерник Васильевич. Куська, не бойся, мы тут пройдем быстренько и все. Помнишь, мы здесь гуляли? Помню. А так, конечно, здесь зелена. Очень много зелени, действительно. Не как в новостройках новых районов. Кися-то, смотри, какие. Я имею в виду, вот, видишь, архитектура какая была. Это просто в 60-е годы это все закидали. Вот такая мода была отделки. Быстрая штукатурка. Ну вот кто-то себе подмановил. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. О, давай себе кучку такого возьмем. Еще одного. Кс-кс-кс-кс. Какие красоты. Больные мои сладкие. Ну там глаз что-то побитый. Привет. Кс-кс-кс-кс. Маленькие, подкармливают. Здесь, видимо, была дорога. И дорога эта называется... Как? Не видно будет? Нет, наверное. Вот. Здесь вот надпись. Надо ее помыть сначала. Это вот дренаж. На каждом дренаже было написано было, что за улица здесь шла. Видишь, какие балкончики красивые? Потому что это архитектура. Вот кто-то себе раз и проветривает комнатенку. Ну, что вы хотите. Вот так вот и жили в Кенигсберге. И живут сейчас. Я имею в виду, что в Кенигсберге именно было так все плотно застроено, что вот прям... Поэтому здесь можно было гулять годами и часами. А мне здесь нравится. Здесь как-то... Коваяк-то, да? Не знаю. Видишь, арки какие были? Вот какие величественные люди раньше жили. Имели входные группы по 3 метра. Ты-то любишь современно, конечно. Я люблю, да. Когда чисто, красиво. Сверху небольшой такой куполок сохранился. Зато здесь можно с соседями общаться. Так, а здесь нету... Сейчас бы водичкой полить, и надо было прочитать. Настоящий вон этот шалаш. Да. Это мы находимся прямо во дворе. Кроются аптеки, если кто-то здесь хочет погулять когда-нибудь. И что-то посмотреть. Слушайте, нет вообще ни одного места, где не пилят, не строгают или еще что-то не делают. Невзирая на то, что сегодня суббота. Да, я сейчас со стороны покажу. Смотрите, какие балконы. Конечно, он просится, чтобы его отреставрировали. Видите, там, в таком замковом стиле. Вот здесь настоящий Кенигсберг-то. О, а, кроется аптеку, что-то опять ремонтируют, кажется, видишь? Или они себе... А, они себе забор здесь поставили. Точно. Мы же последний раз с тобой здесь гуляли, наверное, год назад. Ну да. Ну, я имею в виду, вместе. Побольше тоже. Да, сейчас мода везде ставить ограждения к проходу и переезду. Скоро будут тоже QR-коды спрашивать. Во двор заходишь? Выгодит с этого двора QR-код. Раз приложил. Да. Все, огонь, проходите. Монолитный забор, видишь, какой сохранился? Интересный. Ну, вот само здание кроется аптеке. Конечно, сейчас оно выглядит уже так... Не по-старинному, более в современном. Особенно с тыльной, вот с этой стороны. Ну, как-то они плохо отреставрировали. На самом деле, мне так показалось, нет? Маринка прочитала, что это гид-сарай. Как раз челючили. Гид-сарай. Гид-сарай. Сурбину. Пилите, Шура, она золотая. Да. Да, но здесь, конечно, обалденные своды такие. Сама отделка, плитка. Все так сохранилось. Да. Перезала это здание, конечно, и бомбардировку, и людей сколько, да? Смотри, какие вот... Как ческать. Даже выдержка углов, видишь, как раз. Что все, осталось. Ну, вот от ЖК поцелуи сколько, минут 15 спокойным ходом. Ну, просто прошли. Все там, фронзы. Здесь такие барельефы сохранились. Хотя они раньше были белые, я думал, что их от пескоструят и покрасят. Белый цвет. Ну, вот само здание. Кроется пике. Я сюда добавлю потом фотографию. Как она? А вот они, Королевские ворота, действительно. Вот вдалеке Королевские ворота. Хотя, опять же, ну раз ты посмотрел Королевские ворота, ну два посмотрят. Пойдем со стороны покажем. Да? Ну, дело-то не в стороне, а то, что они хотят что-то новое построить именно в центре города. Ну да. Вот и все. Больше ничего тут нет. Вот она, кроется аптека. Вот здесь вот такие серые таблички. Это раньше там была надпись. Она еще сохранялась. Когда мы приехали, вот эта стена была. То бишь, здание раньше было жилое после войны. Тут же оно стояло. Вот. Единственное, что просто никто его не обслуживал. И со временем все крыши и деревянные перекрытия, все сложилось. А потом наши любимые власти, конечно, дождались пока. Вот желтая, где часть, вот эта полстены, все развалилось. И перекрыли потом полдороги. И потом только тогда решили, все-таки надо его восстановить. А то он все развалился. Пойдем вот так прогуляемся. А так, смотрите, как здорово. Здесь вот прям как будто машина времени через арку проходит и попадает в другую эпоху. Да? Есть такое ощущение? Есть? Да. А с этой стороны прилепили какой-то такой более современный натюрморт. И что-то не поймешь, что это историческое здание. Вот так фиксируется. Это закрывает старую эпоху. Пойдем здесь чуть-чуть пройдет. Вот поэтому, конечно, интересно было бы больше, когда это здание просто восстановили бы. Как придумал это здание архитектор, а не как оно перевоплотилось в современность. Вот видите, как оно выглядит внутри. То бишь на самом деле от этого здания осталась только... Одна стена. Арка, арка. А все остальное делали монолит. Вот так вот. Вот так вот мы возрождаем, да? По этим улочкам раньше ходили. Просто на это надо очень много денег. Ну они же восстанавливают там синагогу, рядом здание. Это какие-то единичные здания, исторические объекты. Вот это здание почему не... Заяц, кроется аптека. Это все-таки такое, даже у каждого калининградца на слуху. Ну понятно. Я имею в виду, что вот эти здания тоже фасады надо восстанавливать. Все надо. Тогда бы я шла сейчас по красивой улице. Отсюда какой вид. Ну если кто-то заметит, то вот видите, вот немецкий стиль постройки. То бишь каждый блок, блок-секция, это является отдельно стоящим домом. Имеет отдельно стоящий адрес. Ну я имею в виду, вот один подъезд. Собственный адрес, да. Поэтому не удивляйтесь, если будет... Здесь три этажа, там другая уже получается по факту здание строилась. Но она пристраивалась к этому же зданию. Здесь вообще какую-то... Поэтому визуально один дома, адреса будут у каждого подъезда свой. Гражданская там 2, гражданская 4, гражданская 6, к примеру. Здесь вот какой-то дворик. Да, вот молодцы, хоть хотя бы герань посадили. И уже достаточно тихо. От дороги далеко. От главной. Да, но здесь вот сохранилась как раз рельгиев настоящих немецких улиц. Да? Тротоварчики узкие. Так что, кто хочет ЖК поцелуи, коньки в подарок. Так что можно уже экспериментировать. Купи квартиру за 11 миллионов, и тебе дадут коньки. Подарок. Так что пользуйтесь, пока есть. Надо брать. Вот видишь, чуть-чуть отреставрировали здание, да? Да. Ну, краска уже обшелушилась. Наверное, все-таки была польская. Сейчас же все так говорят, что если плохо, значит как-то не по-русски, да? Мне кажется, вот здесь подновили, а это поскорее. Ну да, могли бы вот как-то так отреставрировать. Хотя, я вам честно скажу, этот дом все-таки был, наверное, из красного кирпича облицовочного. Вот, а сейчас просто пенопластом заклеим. Вот мы дошли еще до одного детского садика. То есть, да, с структурой здесь все в порядке. Даже более сказать можно. Потому что здесь садиков и несколько школ, вот здесь в округе прям. Все в пешей доступности, и здесь все прям как бы... У нас проблемы со школами и садиками только в новых районах, потому что очень много молодых семей с детьми. А здесь в основном уже все-таки люди старшего поколения, дети у них уже выросли. Поэтому в школах свободно. Я не думаю, что здесь 37 учеников в классе в 24-й школе. Хотя, кстати, если не ошибаюсь, то вот это 24-я школа советской постройки, но они уже должны быть бассейнами. Ну что, хорошая школа. Да, большая. Я думаю, что она как бы такая, достаточно огромная. Ну, есть здесь, конечно, и пятиэтажные дома. Ну, что поделать. Зато центр города. Это немаловажно. Я ей сказала, чтобы прям центр. Ну, Фронзе я бы искал так близко к центру. Очень. Вот так раньше выглядел Калининград везде. Почему-то я его запомнил именно таким. Да? Помнишь, мы въезжали по Александра Невского после Владивостока. Я понял, что мы попали, я даже не знаю, куда в Челябинск или... Ну, как... Короче говоря, сами приведите пример. Куда-то, где все разбито. И вот с тех пор город вот так сильно изменился, конечно. Ну что, обрезиненные площадочки спортивные. Вяжу и сделали. Не целуй его, он блогастый. Парочка, видите, балдеет. Мне кажется, школа уже закрыта. Суббота, да. Так что вот, хотели вас немножко ознакомить с таким небольшим жилым комплексом. Еще остался после немцев. Поедем мы посмотрим еще королевские ворота. Без королей покажем? Ты хочешь показать королевские ворота без королей? С тыльной стороны? Их отсюда не увидишь. Аккуратнее. Велосамокаты. Молодцы. Не дают газонам засохнуть. Ну, чуть-чуть покажу, конечно, как мы вас оставим без королевских ворот. Там что-то открыли в парке на Литовском валу. Какие-то скульптуры. Хотели вам их показать. Вот они, наши любимые королевские ворота. Раньше движение осуществлялось через них, а позже потом вокруг них. Да я даже не знаю, кого лучше снимать. Свою любимую жену, либо королевские ворота. Ворота, ворота. Что, пойдем в парк? Около шлюза сейчас. Видите, какую кафешечку открыли красивую. Вот, там шлюз. Вот, они уже расплылись. Это как красиво плыли. Что, говорит, за группа полосатых купальников? Да. Красиво плывут. Очень красиво плывут. Да, конечно, мостик здесь такой необычный. Из труб. Ну, многие говорят, хорошо, что такой есть. А, подпорная стена и замурованный вход. Ну, вот тебе, пожалуйста, парк литовского вала. Да, здесь вот сейчас объявили, что появились такие разрисованные деревья. Хотели их вам показать. Ну, просто объявили, что вообще в парке убрались. Привели в порядок арт-объекты. Убрали мусор. И да, возобновили какие-то и новые, добавили изображения на деревьях. Не знаю, хорошо это или плохо. Вот тебе музей блок-хаус. Я говорю, что хорошо вообще, что немножечко хотя бы между новостроек сохраняет вот такие парки, не парки. Конечно, они все разбиты и не облагорожены, но есть где просто погулять, побыть в тишине, в зелени. Мне кажется, это временное событие. У нас на парк, на Северной горе, это наш любимый Макса Ашмана. Выделили то ли 24 миллиона в этом году на реконструкцию. Ну, что-то эту реконструкцию как начали? Ну, куда побежали? Пойду поднимусь, там что-то вот есть разрисовано. Ну, здесь... Опа! Нет, это глюки. Так вот, как начали эту реконструкцию? Ну, вот, план Б. Камера у нас кончилась. Так вот, я закончу мысль. В парке Макса Ашмана пока у нас полный разгром. То есть они все перекопали, траншей нарыли, траншеи водой наполнились. Я так поняла, наверное, подземной, потому что дождей-то не было. Гулять просто там совершенно негде. Если бытовой городок от армянской церкви перенесли ближе к богатырской, люди возмущаются, потому что там же еще могила у нас в памяти солдатам. Ну, просто какой-то кошмар. И не видно, что активно ведутся работы. А выделено, если не ошибаюсь, 24 миллиона. Вот это кингам. Да, кингам. Зато черепашкам очень удобно. Много водоемов. Да, и нашлись у нас зубастые черепахи американские. Сразу зашевелились, сказали, ой, как отсюда удрать, не знаем, да. Спасибо вам, что погуляли вместе с нами. Да. Да, мы будем стараться снимать больше. Летом особенно. Создавать тоже для вас что-то интересное. Пишите, что вам интересно. Всем добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok